так я возилась с аквариумом он у нас чистенький хороший теперь потому что у нас свеже родившие женщины семена мы к ним опять допустили они молодцы справились свои задачи и родили на кучу мальков но я не знаю примерно 15 я их тут считала считала и в итоге если увидите вот эти маленькие черные точечки это и есть наши мальки и они поплыли даже у нас видите так что они ко дну прижимаются потом поднимаются и стал встал вопрос чем же их кормить и у нас тут целая система оказываются они едят куриный желток я варила им желток разбавлялась водой набираем шприцам у сына их выкармливаем каждые три часа кормим подмениваем водичку тут уезжали на день с ночевкой переживали как за детей младенцев потому что они у нас родились 2 сентября я значит нет 2 я сначала даже не поняла что это черненька потом до меня дошло что это дети дети нашего семена отец у них один матери две какая именно родила неизвестно но в общем они точно по отчеству у нас семеновны и семеновичи пока не понятно сколько здесь мальчиков сколько девочек но да вырастут они явно отличаются вот эта девочка и вот эта девочка а вот мальчик то есть понимаете попутать невозможно интересно во первых какие будут цвета потому что у девочки я заметила хвост более такой зеленоватый а у этой красноватый и поэтому вообще загадка какие не получится выживут ли они но оказывается желток это очень как бы ну такой вариант когда совсем нечем кормить самый лучший вариант это инфузория туфелька все что я знала до этого в инфузоре туфельки это то что это какая-то бактерия или клетка вот но оказывается ее даже видно это какие-то маленькие такие вот эти как типа рачки эти клетки можно выращивать спасибо ю тубу мы теперь знаем как это делать в общем вот эта вода с большого аквариума причем надо брать самую плохую воду с дна а блин я как назло только помыла его и особо там вот этих бактерий нет ну будем надеяться что все равно из старой воды что-то там оставалось потому что я же часть воды старой оставляла и постепенно доливала новую пересаживала их вымывала вымывала весь аквариум и также прополоскала в этой воде губку из фильтра потому что мне тоже вот эти короче самая плохая вода если вот менять аквариум надо считаю сливать и внимание шкорка бананов я специально поздно ночью посылала мужа за бананом мне на младенцам нужен корм его делают из сухого банана вообще кто бы мне сказал что буду заниматься этой ерундой но в общем теперь в эту воду мы крошим этот банан можно трехлитровку но я думаю на нас только не нужно этот банан и закрываем крышкой потому что это будет бродить вонять и когда она через неделю потемнеет на свет мы должны увидеть такие маленькие клеточки которые будут в банке мы будем шприцом набирать промывать и потом только давать нашим малечкам а пока нас выручает желток и так что у нас просто новорожденные можете нас поздравить и поставить нам лайк потому что у меня теперь много детей как сказал мой сын когда мы только увидели что забеременели наши рыбки папа радуйся ты скоро статишь дедушкой вот мы стали бабушка и дедушкой правда рыбными поэтому теперь наша задача их вырастить а это знаете тоже целая наука в общем месяца три-четыре понадобится чтобы они сейчас чтобы они выросли хотя бы вну более-менее похоже на рыб я думала там неделю две-три они готов но нет оказывается они тоже как и любые животные люди требуют ухода внимания и времени так что вот такие козявочки у нас есть сегодня у нас 5 дня три наверно вот они если увидите вот эти козявочки плавали так как 7 сегодня 5 они 2 родились им трое суток так что вот будем ждать ждать вот новоиспеченные родители какая-то у нас получилась семья шведская но тем не менее мы не знаем с какой рыбы икра может из двух в общем пока непонятно ну в общем будущем мы узнаем кто это так что вот такие у нас дела